Дырки в полу дети уже давно используют как полосу препятствий. Вот только взрослые категорически против этих игр. Провалившись, можно серьезно пораниться. О том, что эти дома совсем новенькие, напоминает хорошо сохранившаяся вывеска. Ее повесили два года назад, когда по традиции Акимобласти помпезно вручал ключи новоселам. «Мы видели, что доски сюда стелили со старых объектов. Они уже были прогнившие. Не могут же они за такое короткое время так прогнить. Их просто покрасили и постелили, как новые. Мы жаловались Акиму – здесь жить невозможно. Он нас даже слушать не хочет. Говорит – за это спасибо скажите». Невзирая на то, что вода в домах еле идет, плесень и сырость вывести не получается. Из-за этого дети часто болеют, жалуются сельчане. А уличные фонари погасли сразу после того, как уехал глава региона. Тогда ключи получили 28 малообеспеченных семей, которые много лет стояли в очереди. До этого дня чиновники не верили в такие невыносимые условия жизни сельчан. Только приехав на место, они, наконец, смогли во всем убедиться. «В четырех домах подрядчик уже все исправил. Но потом фирма обанкротилась. Конечно, трудно жить в этих домах, и мы обяжем его исправить свои недоделки. Он обещал провести все работы на зарплату своей жены. Планируется проводить работы ежемесячно, как полагается». Ну а жители села Тимирлан теперь боятся, чтобы супруга владельца подрядной фирмы не осталась без работы. И до наступления пенсионного возраста женщины все 14 домов успели отремонтировать.